В эфире Вести утро Ковардино-Балкария. В студии Елена Кушхова. Здравствуйте и спасибо, что встречаете новый день с нами. ГИБДД Ковардино-Балкария продолжает бороться с аварийностью на дорогах. Вот уже вторую неделю блюстители правопорядка проводят профилактическую операцию «Скорость плюс пешеход». В эти дни сотрудники ДПС патрулируют улицы с включенными проблесковыми маячками, отслеживают нарушителей ПДД и призывают их к административной ответственности. Причем не только водителей автотранспорта, но и часто не следующих правилам дорожного движения пешеходов проводят с ними профилактические беседы. Усиливается работа сотрудников ГИБДД в темное время суток, когда водители и вовсе переходят все границы дозволенного, устраивая городские ралли, превышая допустимую скорость движения. Полицейские еще раз напоминают соблюдение элементарных правил дорожного движения – залог безопасности. А в столице республики тем временем завершается фестиваль «Студенческая весна СНГ», в котором принимают участие студенты и аспиранты образовательных учреждений, а также победители, призеры фестиваля студенческого творчества стран СНГ. Это не только соревнования, главное – обмен традициями. И при всем национальном многообразии, а здесь собрались носители самых разных языков и культур, акцент делается на укрепление дружбы и расширение культурных связей. Фестиваль завершается сегодня, и вечером станут известны имена победителей и призеров. Голоконцерт, где еще раз прозвучат лучшие номера фестиваля, пройдет в Зеленом театре. В Национальной библиотеке имени Мальбахова открылась выставка «Бессмертен ты великий Петр». Она приурочена к 340-летию со дня рождения императора Петра I и уже стала шестой из 13 запланированных выставок, приуроченных ко дню основания российского государства. На стенде представлено около 50 изданий, рассказывающие о детстве, юности, деятельности Петра и о его становлении как императора. Выставка особенно тем, что впервые читателям предоставляется возможность увидеть монографии и статьи периодических изданий до революционного периода. Например, работы профессора Мавроди «Образование древнерусского государства», изданное еще в Ленинграде. Прежде всего, она рассчитана на наших читателей, на тех, кто интересуется историей в целом и нашего государства в частности, и на молодежь, на наших читателей, которые с большим интересом знакомятся с нашей экспозицией. Следующая, седьмая выставка в Национальной библиотеке откроется в сентябре и посвящена будет 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Молодежь республики проводит лето с пользой, учится ораторскому искусству. В лагере отдыха «Восход» в Нальчике проходят тренинги участников конкурса «Лидер 21 века». Секреты красноречия пыталась разгадать и наша съемочная группа. Слова песни «Кто, если не мы» можно считать девизом этих ребят. Умные, талантливые, активные и инициативные. Именно такими и должны быть лидеры 21 века. Правда, для участия в одноименном всероссийском конкурсе этого мало. Нужно научиться разрабатывать качественные социальные проекты и умело их презентовать. Именно этими занимается в лагере отдыха «Восход» очередная смена лидеров. Призер прошлогоднего конкурса Анастасия на федеральном уровне представила проект о развитии донорского движения в родном майском районе. Теперь она делится своим опытом с другими ребятами. Это не так уж легко, но если есть желание, можно этому научиться и писать социальные проекты так, чтобы презентовать их и защищать их на таких конкурсах, как Машук, Селигер, лидер 21 века и прочие. Найти по всей стране талантливых лидеров и помочь им реализовать себя. Именно такую цель преследуют организаторы конкурса «Лидер 21 века». Понятно, что подготовка к нему должна быть основательной. Ребята начали с городка, в котором отдыхают. На домиках сингазеты, по периметру шарики, а в глазах задор. Молодцы, так держать, у вас все получится. На самом деле, просто нужен какой-то, как сказать, в хорошем смысле драйв и уверенность в себе. Вот это у вас сегодня есть, не теряйте. И все вам покорится. Финал юбилейного 10-го всероссийского конкурса «Лидер 21 века» состоится в текущем году в Нальчике. И наша республика планирует там выступить на самом лучшем уровне. Альберт Корцаев, Марат Атруков, Вести Утро, Кабардино-Балкария. К этому часу у меня вся информация. Прямо сейчас в эфир мои московские коллеги. А мы увидимся ровно через полчаса. До встречи. В эфире Вести Утро. Кабардино-Балкария. В студии Елена Кушхова. Здравствуйте. И спасибо, что встречаете новый день с нами. ГИБДД Кабардино-Балкария продолжает бороться с аварийностью на дорогах. Вот уже вторую неделю блестители правопорядка проводят профилактическую операцию «Скорость плюс пешеход». В эти дни сотрудники ДПС патрулируют улицы с включенными проблесковыми маячками, отслеживают нарушителей ПДД и призывают их к административной ответственности. Причем не только водителей автотранспорта, но и часто не следующих правилам дорожного движения пешеходов проводят с ними профилактические беседы. Усиливается работа сотрудников ГИБДД в темное время суток, когда водители и вовсе переходят все границы дозволенного, устраивая городские ралли, превышая допустимую скорость движения. Полицейские еще раз напоминают соблюдение элементарных правил дорожного движения «Залог безопасности». А в столице республики тем временем завершается фестиваль «Студенческая весна СНГ», в котором принимают участие студенты и аспиранты образовательных учреждений, а также победители, призеры фестиваля студенческого творчества стран СНГ. Это не только соревнования, главное – обмен традициями. И при всем национальном многообразии, а здесь собрались носители самых разных языков и культур, акцент делается на укрепление дружбы и расширение культурных связей. Фестиваль завершается сегодня, и вечером станут известны имена победителей и призеров. Голоконцерт, где еще раз прозвучат лучшие номера фестиваля, пройдет в Зеленом театре. В Национальной библиотеке имени Мальбахова открылась выставка «Бессмертенный Великий Петр». Она приурочена к 340-летию со дня рождения императора Петра I и уже стала шестой из 13 запланированных выставок, приуроченных ко дню основания российского государства. На стенде представлено около 50 изданий, рассказывающие о детстве, юности, деятельности Петра и о его становлении как императора. Выставка особенно тем, что впервые читателям предоставляется возможность увидеть монографии и статьи периодических изданий до революционного периода. Например, работы профессора Мавроди «Образование древнерусского государства», изданное еще в Ленинграде. Прежде всего, она рассчитана на наших читателей, на тех, кто интересуется историей в целом и нашего государства в частности, и на молодежь, на наших читателей, которые с большим интересом знакомятся с нашей экспозицией. Следующая, седьмая выставка в Национальной библиотеке откроется в сентябре и посвящена будет 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года. Молодежь республики проводит лето с пользой, учится ораторскому искусству. В лагере отдыха «Восход» в Нальчике проходят тренинги участников конкурса «Лидер 21 века». Секреты красноречия пыталась разгадать и наша съемочная группа. Кто, если не мы? Сила поколения. Кто, если не мы? Научное мышление. Кто, если не мы? Прорыв десятилетия. Слова песни «Кто, если не мы?» можно считать девизом этих ребят. Умные, талантливые, активные и инициативные. Именно такими и должны быть лидеры 21 века. Правда, для участия в одноименном всероссийском конкурсе этого мало. Нужно научиться разрабатывать качественные социальные проекты и умело их презентовать. Именно этими занимается в лагере отдыха «Восход» очередная смена лидеров. Призер прошлогоднего конкурса Анастасия на федеральном уровне представила проект о развитии донорского движения в родном майском районе. Теперь она делится своим опытом с другими ребятами. Это не так уж легко, но если есть желание, можно этому научиться и писать социальные проекты так, чтобы презентовать их и защищать их на таких конкурсах, как «Машук», «Селигер», «Лидер 21 века» и прочее. Найти по всей стране талантливых лидеров и помочь им реализовать себя. Именно такую цель преследуют организаторы конкурса «Лидер 21 века». Понятно, что подготовка к нему должна быть основательной. Ребята начали с городка, в котором отдыхают. На домиках сингазеты, по периметру шарики, а в глазах задор. Молодцы, так держать, у вас все получится. На самом деле, просто нужен какой-то, как сказать, в хорошем смысле драйв и уверенность в себе. Вот это у вас сегодня есть, не теряйте. И все вам покорится. Финал юбилейного 10-го всероссийского конкурса «Лидер 21 века» состоится в текущем году в Нальчике. И наша республика планирует там выступить на самом лучшем уровне. Альберт Корцаев, Марат Атруков, Вести Утро, Кабардино-Балкария. На этом я прощаюсь с вами до завтра. Желаю удачного начала рабочего дня и новой трудовой недели. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!